МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Праздники без ЧПМ. Итоги каникулы обсудили на совещании в Доме правительства. Первые старты. В республике прошли рождественские лыжные гонки. Время отдыхать. Новогодние путешествия по районам Чуваши. Без масштабных ЧП обошлись новогодние каникулы в Чуваши. Общие итоги и статистику озвучили сегодня в Доме правительства на еженедельной планерке. В новогодние каникулы теплоснабжение по всей республике шло бесперебойно. А вот с водоснабжением были проблемы. Из 11 аварий в Чебоксарах 6 аварий, в Новочебоксарске 2 аварии, в Маринско-Посадском районе 2, в Цивильском 1 авария. Все аварийные ситуации были устранены в нормативные сроки. Фактов ограничения коммунальных услуг сверхнормативного периода не имелось. С пожарами в этом году ситуация ухудшилась почти на 20%. Возгораний больше, чем в прошлом. И снова чаще всего причинами становятся неисправные электропроводка, печи и курение. Здесь даже вот до парадокса доходит. Но как можно и курение, как можно идти в подсобное помещение, так называемый сарай, за скотиной ухаживать, сигареты во рту. Таких пожаров у нас уже два. Вот это каникулярное время. По погибшим, к сожалению, 7 человек за эти 15 дней. И все 7 человек, одиноко проживающие. Все 7 в нетрезвом состоянии. Это 5 случаев курения нетрезвом состоянии, 2 случая это электрооборудование. За 7 праздничных дней произошло почти 3 сотни дорожных аварий. 17 человек пострадали и 1 погиб. Отдельное предписание от госавтоинспекции получили администрации районов, которые не справились с очисткой республиканских трасс от снега. Большие были вопросы по администрации Цивильского района, Марпасадского района, города Орлатырь и Аллатырского района. Во время всех празднований безопасность обеспечивали сотни правоохранителей. Только во время рождественских богослужений дежурили более 7 сотен полицейских и дружинников. Хочу выразить слова Батарина всем тем, кто, несмотря на праздничные выходные дни, обеспечивал вопросы безопасности людей, охрану общественного порядка. Могу отметить и подчеркнуть, сплоченная команда органов государственной власти, органов местного самоуправления обеспечила безопасность, и все вопросы жизнеобеспечения тоже разрешались на должном уровне. В этом году, как и в прошлом, жители региона совершали новогодние путешествия по Чувашии. Программа развлечений была расписана по всем районам республики. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же глава Чувашии подвел итоги праздничной декады с руководителями силовых структур. Благодаря слаженной работе в республике удалось обеспечить правопорядок. Обошлось без серьезных происшествий. Подробности в следующем материале. Всю новогоднюю ночь и вплоть до 8 числа на службе находилось почти 900 сотрудников МВД. Ведомстве отмечают, что культура отдыха стала лучше. Сократилось количество окраш и драк. Все меньше становится желающих распивать алкоголь в общественных местах. С 31 декабря по 1 января в 36 населенных пунктах состоялось 367 культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Сотрудники были переведены на усиленный вариант несения службы. Под особым контролем были места, где проходили новогодние елки. Безопасность детских утренников обеспечивали сотрудники МЧС, которые также были переведены на усиленный режим несения службы. Спасатели дежурят и там, где есть риск утонуть. Несчастных случаев на воде в республике избежали. Результаты приносит и профилактика. И касаясь госпитализированных людей, они тоже меньше. И здесь тоже хочу отметить, госпитализированных детей на 40% меньше, чем за прошедший перед прошлым годом. По отравлениям, в принципе, тоже роста нет. По уличным травмам очень здорово, что детям, если мы возьмем, это сокращение более чем в два раза. Это говорит о чем? Это говорит о том, значит, по местам отдыха, оздоровления, где у нас сбор катается, меры безопасности максимально уже соблюдаются. Глава республики отметил, что безопасность жителей – приоритетная задача и на весь последующий год. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. В праздничных гуляниях в столице Чувашии поучаствовали более 200 тысяч чуваксарцев. Обошлось без серьезных происшествий. Итоги каникул подвели в администрации города. С 20 декабря по 7 января все новогодние мероприятия, которые проходили, были организованы в городе, посетило более 220 тысяч человек. Главным центром зимних развлечений, конечно, была Красная площадь. Новогодний городок объединил резиденцию Чебоксарского Деда Мороза и торговые ряды – каток, горку, активные развлечения. Горка, каток, прокаты и торговые точки не закроются и после праздников. Они будут работать всю зиму, насколько позволит погода, отметила Алла Салаева. Глава столичной администрации Алексей Ладыков в свою очередь поблагодарил руководителей служб за слаженную работу. Праздники прошли без серьезных ЧП, благодаря бдительности правоохранительных органов. В местах проведения массовых мероприятий на контрольно-пропускных пунктах у граждан изъято 60 литров алкоголя, 23 конечных предметов, 21 пиротехнические изделия, 7 газовых баллончиков. С мест проведения массовых мероприятий доставленного отдела полиции, 7 нарушителей общественного порядка – это за появление общественного места в пьяном виде, за распитие и за мелкохулиганство. В отличие от прошлых лет, в Чебоксарах обошлось без пострадавших от пиротехники. Перед праздниками в городе прошли рейды по несанкционированной торговле этой продукцией. Здесь тоже неплохо работу провели. И в правлении торговли МЧС, МВД есть результаты. Но и, как следствие, отсутствие травм. Чтобы праздники не испортили коммунальные аварии, круглосуточно дежурила 21 бригада. Снег на дорогах убирали более 100 единиц техники. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика. Развитие малого и среднего бизнеса, новшество бюджетной политики, состояние дорог и оперативная обстановка в праздничные дни – таковы темы первого в этом году рабочего совещания у главы Чувашии Михаила Игнатьева. Владимир Путин поручил увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в России до 25 миллионов человек к 2024 году. Для этого правительство планирует улучшить условия ведения предпринимательской деятельности и упростить доступ к льготному кредитованию. В Чувашии создадут центр «Мой бизнес». Он станет площадкой, где объединят всю инфраструктуру по поддержке предпринимательской инициативы. Это будет единой точкой входа для предпринимателей для получения всех видов государственной поддержки и государственных услуг. Начиная от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки и до вывода их на экспорт. Сейчас специалисты решают, где разместить данную площадку. Кроме того, расширят финансовую поддержку. С этого года Минэкономразвития России совместно с корпорацией малого-середнего предпринимательства запускают программу льготного кредитования субъектов МСТ с составкой кредита на 2-3% пункта ниже рыночной и составит не более 8,5% годовых для конечного заемщика. Если все пойдет по плану, количество занятых в малом и среднем бизнесе в Чувашии вырастет на треть. Рабочие места получат дополнительно более 50 тысяч человек. Те, кто получают поддержку, должны чувствовать и ответственность. Специалистам необходимо провести серьезную работу с представленными бизнес-проектами заявителей и обратить внимание на их деловую историю, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Насколько я понял, каждый заявитель не обеспечил выполнение бизнес-плана. Что касается бюджетной политики, то с Нового года увеличивается количество операций в электронном бюджете. Он создан для обеспечения прозрачности и открытости в сфере управления общественными финансами. Министерствам необходимо учесть данный факт и вовремя направить заявки на подключение к системе, отметила министр финансов Светлана Янилина. Министр транспорта Владимир Иванов отчитался о состоянии дорог в празднике. Прошедшие снегопады серьезных проблем не создали. Для контроля ситуации в одном из мессенджеров создана группа, к которой подключены все основные подрядчики, сотрудники ГИБДД и специалисты Минтранса. Скриншот с телефона. И было замечание на Волгоморпосад. В один из дней 28 декабря сразу Водорустрой, центр управления, принял информацию. И потом он нам через полчаса, через час отсылает уже участок, который почищен. Мы таким образом контролируем исполняемость этих замечаний. По прогнозам синоптиков, снегопады могут возобновиться уже в конце первой рабочей недели. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Прошедший год стал для столицы Чуваши рекордным. Речь про ввод в эксплуатацию жилья. Установлен новый рекорд по вводу жилья в город Чебоксары. Мы об этом говорили в конце года. 405 тысяч квадратных метров. Такого объема не было в Чебоксарах никогда. Нынешняя цифра на четверть больше, чем в прошлом году. В планах на 2019-й побить этот рекорд и построить 430 тысяч квадратов. Потенциал есть и на 500, отметил Алексей Ладоков. Также за прошлый год удалось сдать ряд проблемных объектов. К примеру, один из домов комплекса «Синяя птица», дом по проспекту тракторостроителей 11А и другие. И перекочевавших в Новый год проблем. Позиция номер 6 по Гражданской, 83 по улице Калинина и еще 5 домов. Все они останутся на контроле чебоксарских властей. Работа волонтеров не ограничится формальными календарными сроками. Только в рамках национального проекта на реализацию добровольческих проектов намерены направить порядка 30 миллиардов рублей. Увеличатся объемы грантовых фондов. В республике в ближайшее время будет создан еще один волонтерский центр. С добровольцами Чуваши глава региона встретился в неформальной обстановке, чтобы обсудить рабочие планы. С подробностями Дмитрий Ковалев. Духовный центр Чуваши притягивает паломников со многих регионов страны. В престольные праздники, в храмах города и яблоку негде упасть. Особенные гости в ночь на Рождество волонтеры региона. Многие ребята в АлатР приехали впервые и добровольцам устроили теплый прием. Свободная воля человека это одно из тех качеств, которые отличают его от всех других существ. Почему? Потому что, во-первых, человек это творение Божие, образ Божий в нем. Мы видим по этой обители, какая красота может быть создана человеческими руками. У народа России есть свои сильные традиции, которые основаны на духовно-нравственных ценностях. Вот это самая-самая такая мощная сила. Я верующий человек, родители меня тоже так воспитали, тоже здесь побывали, настроены только на добрые дела по подсказке сердечка вашего. И этот исторический город на сегодняшний день очень сильно развивается. И благодаря даже во многом развитию вообще культуры нашего православия. Встреча с главой региона и инициатива добровольцев. Михаил Игнатьев приехал в Алатыре на вечернюю службу. Сотни православных отметили Рождество Христово в Свято-Троицком мужском монастыре. Почти 500-летняя история города оставила в наследство немало архитектурных памятников. В Алатыре более 90 зданий представляют историческую и культурную ценность. Свято-Троицкий мужской монастырь был основан в середине 16 века. На всю страну известны пещерный храм обители и 82-метровая колокольня. За свою высоту она включена в Книгу рекордов России. Основа православной культуры и милосердия говорит дьякон епархии. Его пример поразил добровольцев. Сергий Горохов воспитывает семерых детей, руководит миссионерским отделом и даже дает сольные концерты. В Алатыре дьякон Сергий переехал из Нижегородской области. Отмечают, что в Чувашской республике его удивила редкая душевность и доброта людей. Волонтеры региона это доказывают на деле. В их ряды уже вступили более 50 тысяч человек. Темп работы добровольца Малатаря задал прошедший в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов. У нас в районе существует местное отделение всероссийских общественных движений. Это волонтеры Победы, российское движение школьников, юнармия. Создан местное отделение Российского союза молодежи. Прошедший год для волонтеров стал знаковым. Только в республике было реализовано тысячи проектов. Одна из самых заметных акций федерального масштаба «Елка желаний». Глава региона исполнил мечту трехлетнего Трофима Егорова из Новочебоксарска, подарив ему специальный стол. Спасибо вам от лица всех семей. К Екатерине обращаются все семьи, чтобы она сделала массаж остальным детишками. Она делает это безвозмездно. Михаил Игнатьев отметил, что акция «Елка желаний» продолжится и в муниципалитетах республики. Окончание года волонтера просто смена даты в календаре. В Чувашии в ближайшее время создадут ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности. Регион одержал победу в федеральном конкурсе. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, «Республика». И в развитии темы милосердия. Андрей Кольцов из села Тарханы, что в Батревском районе, сам проводит социальные акции. А на вырученные средства помогают нуждающимся. Вместе с отцом и школьными друзьями он уже строит планы на этот год. Моя коллега Татьяна Трофимова встретилась с юным волонтером. Помогали многодетным семьям оплатить питание детей в школе. Часть денег направили в благотворительный фонд именем детства во имя детства. Купили пожилым людям валенки на зиму. И все это сделали ученики Тарханской сельской школы. Восьмиклассник Андрей Кольцов один из организаторов таких волонтерских акций. Это он придумал передвижной металлосборник, в который жители 12 близлежащих деревень складывали ненужные металлические предметы. Передвигать по территории контейнеры помогал отец Андрея. Мы ставили эти контейнеры и собирали металлом. Потом этот металлом мы продавали и на полученные деньги помогали пожилым или детям, которые в трудных ситуациях. Все люди активно принимали участие в нашей акции. Все хотели помочь. Председатель Совета отцов Тарханской средней школы, врач, многодетный отец Анатолий Кольцов поддерживает школьную волонтерскую команду. Я по сути являюсь врачом. И с утра до вечера у меня профессия связана тем, что я помогаю с утра до вечера. Вот приходят и пожилые, приходят и молодые, приходят старые. И по своему долгу смотрю, у кого-то нет лекарств покупать, у кого-то нет средств, например, оплатить ребенку на питание в школе, у кого-то нет еще что-то. И организовали. Вот ребятам говорю, вот такая проблема есть, давайте придумаем что-нибудь. И вот придумываем сами. Так ребята организовали и сбор макулатуры в школе. Сейчас собирают пластмассовые крышки и батарейки. Показывают пример взрослым по раздельному сбору мусора. Еще одно доброе дело в копилку, чистые улицы и дворы. Сейчас ребята разрабатывают планы, кому еще можно помочь и как это сделать. У меня, у моих друзей все есть. И мы, ну, и мы помогаем, поэтому помогаем людям, которым чего-то не хватает. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Житель Алатарского района подозревается в убийстве. По версии следствия, преступление произошло на бытовой почве. Мужчина приревновался жительницу к фельдшеру скорой помощи. Подозреваемый с охотничьим ружьем 12-го калибра поджидал своих жертв около подстанции скорой помощи. Когда дверь здания открылась, злоумышленник выстрелил. Мужчина скончался на месте происшествия. Убитым оказался водитель скорой помощи. Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избраны меры посещения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Стало уже хорошей традицией в новогодние каникулы отправляться в новогоднее путешествие по Чувашии. Мариинский посад встречал гостей 5 января. Музеи купеческого и крестьянского быта подготовили программу «Зажгись в камине огонек, зови на танец, паренек». Гостей учили основным элементом старинной кадрили. Те, кто планирует в святке гадать, узнали интересный способ. Татьяна, бери мури зерна волшебного на ладони. Щепоточку. Да. На ладошку. Теперь загадай желание свое ускоренное. Загадала. Теперь ладошку открывай и как на ромашке считай. Сбудется, не сбудется. Сбудется, твое желание. В само Рождество в Цивильске не побоялись морозов. Здесь водили хороводы на улице. Программу в Цивильске назвали «Гуляй на святке без оглядки». Здесь можно было покататься на санях и купить поделки местных мастеров. Всего в маршруте новогоднего путешествия было 7 муниципалитетов. Специалисты уже посчитали. В этом году в акции участвовали более 4 тысяч человек. Старты на свежем воздухе. Во время длинных новогодних каникул в столице Чувашии прошли лыжные соревнования «Рождественская гонка». Первый лыжный марафон 2019 года. Принять участие в «Рождественской гонке» вызвались более 200 спортсменов со всей республики соседних регионов Москвы и Якутии. «Рождественские гонки» это первые эти соревнования не только республиканского уровня. Уже можно сказать меч оригинальные эти соревнования. Почему? Потому что с 5 регионов приехали. Приехали с Москвы, приехали с Ахая-Якутии. Это же здорово. Издалека люди едут к нам. Почему? Потому что им здесь комфортно с одной стороны. С другой стороны лыжная трасса подготавливается очень хорошо, потому что есть соответствующая техника для этого. Второй год подряд в лыжной гонке принимают участие спортсмены из Москвы. Именно в эти дни на базе Центра зимних видов спорта в Чубаксарах у них проходят тренировочные сборы. Для москвичей сегодняшняя гонка показательная тренировка или даже генеральная репетиция перед всероссийскими турнирами. Рельеф трассы подходящий. Поэтому выбираем это место. И в дальнейшей подготовке у нас дальше начинается переносство Москвы с 19 января. Ставку делал сегодня на возраст 2001-2002. Это старшая возрастная категория. У меня является спортсменом победитель первенства Москвы. Один из моих учеников здесь. Надеемся, что сегодня выиграем местных. А местные команды из районов республики к этим стартам подошли ответственно. Боролись за каждый метр. Экономили каждую секунду. Лыжникам и лыжницам необходимо было пробежать свободным стилем. Мужчинам дистанцию 15-10,5 километров. Женщинам 10-5,3 километра соответственно возрасту. Неплохие результаты, как всегда, показали чебоксарские, канажские и маргаушские лыжники. Я занимаюсь 7 лет лыжами. Соперников я слишком не знаю, но знаю некоторых сильные. Трасса очень хорошая, ехать легко, не тяжело. Ошибки, наверное, были на подъемах, а так-то все хорошо. Второй год подряд старт традиционной рождественской гонки проходит на новой площадке возле строящегося биатлонового центра. Поменялось место старта для этих участников осваиваем новую площадку. Она уже обкатана нашими лыжниками. Они высказали самые хвалебные слова. Она и подходит и в плане профессиональной подготовки, и в плане своих размеров. Это тот случай, когда проигравших нет. Главная задача соревнований приобщить к занятиям спортом как можно больше жителей республики. Тем более, что в этом году в каждом муниципалитете обустроили лыжные трассы, залили катки. И многие жители Чувашия провели на них все новогодние праздники. В эти же дни прошел и первый товарищеский хоккейный матч между сборными правительства и госсовета Чувашия. Четкий план действий и решительное движение к цели. Иначе нельзя. Ведь тот, кто проспал старт, уже проиграл. Но надо ли об этом говорить, пусть даже в самом начале года, главе региона, министрам и депутатам госсовета Чувашии? Раз пришли на спорт, значит готовы к работе. Поэтому будем ждать трудовых успехов после выхода на работу. А сейчас постараемся в спорте выложиться. Думаю, что все будет замечательно. Положительный настрой – залог успеха. А если есть еще тактический расклад, сезон 2019, открытый в духе соперничества, должен принести немалый урожай побед. В этом году нам глава республики поставил задачу. Это 55% населения занимающихся активно физической культурой и спортом. В этом году у нас тоже такое очень грандиозное событие. Это 100-й чемпионат России по легкой атлетике проводим. Ну и остальное все в рабочем плане. Когда еще таки закончим? Ну я думаю, что заканчиваем всегда лучше, чем мы начинали. Начало года, как всегда, с улыбкой на лице в коллективе самых надежных друзей. И место, время их встречи изменить нельзя. По традиции управленцы встречаются на катке, чтобы опробовать оточенные в спорте навыки для слаженной работы. Два раза в неделю мы тренируемся и любой пропуск, как-то дискомфорт для себя чувствуем. Поэтому с удовольствием сегодня приехали для того, чтобы встретиться с коллегами, с друзьями, сыграть, получить положительные эмоции. Без них как без запала, но как показала игра между командами правительства и госсовета республики, его у чиновников предостаточно и хватит должно на все 365 дней. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. В этот раз роскошная меховая выставка от компании «Вятские меха», которая проходит под лозунгом «Все ради женщин», привезла в Чебоксары более 500 моделей. Ее ассортимент впечатлит любую даму. Особое внимание стоит обратить на норковые шубы и жилетки из новой коллекции сезона 2018-2019. Можно отстегнуть длину вот таким образом. Из длинной шубы превращается в полупальтон меховой. Также можно отстегнуть рукав таким образом. Все изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет, так и в рассрочку от 6 до 36 месяцев. Для тех, кто желает приобрести за наличный расчет, мы предоставляем скидку до 15%. На ярмарке представлены шубы только российского производства с гарантией качества и по низким ценам. Приходите на выставку «Вятские меха». Которые проходят с 10 по 13 января в ДК «Салют». Энтузиастов 36. И совершите покупку любого норкового изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин